Приветствую всех, кто начинает новый день с нами в эфире «Утро Кабардино-Балкария» в студии Мадина Урусова. И начнем с главного. За эффективную совместную работу органов власти Республики и Федеральной службы по труду и занятости Арсена Конокова поблагодарил глава Роструда Юрий Герций. В своем письме к руководителю Кабардино-Балкарии он отметил, что в Республике действует современная, хорошо укомплектованная служба, способная оказывать конкретную и адресную помощь людям, а также осуществляются выплаты всех видов социальной поддержки безработным гражданам. А вот животноводы Республики без дела не сидят. Кстати, их работу значительно облегчила продукция майского завода «Севкафринген». Труженики частного подворья и фермеры получили удобную в применении установку индивидуального доения коров. Крупное фермерское хозяйство может позволить себе дорогостоящую технику поточной конструкции, но ферма с малым и средним поголовьем скота предпочтет индивидуальную доильную установку, выгоднее и удобнее. Вот такой аппарат, как этот с красивым названием «Милка». Он вполне обеспечит обслуживание небольшого стада. Кроме того, эта установка для дойки коров настраивается с учетом физиологических особенностей каждого животного. Восьмая прохладненская школа имени Пушкина отметила юбилей. В день 75-летия выпускники и ветераны педагогического труда еще раз собрались здесь, чтобы ощутить теплоту дружной семьи пушкинцев. Наряду с внедрением современных образовательных стандартов в школе продолжают чтить традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников. Гордость школы учителя и, естественно, кадеты. Их ряды в этот день пополнились новобранцами. Напутственное слово юным пушкинцам сказал сам Александр Сергеевич, который на протяжении всего торжества наблюдал за происходящим. Не обошлось и без подарков. К поздравлениям присоединились представители органов власти и общественных организаций. 70 лет прошло со дня освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских оккупантов. Сегодня в нашей рубрике «Улица, на которой я живу» мы перенесемся во времена Великой Отечественной и вспомним историю о пяти братьях, которые ушли на фронт. Теперь в их честь названа улица в Терике. Наталья Булат продолжит. Этот район в Терике называют новостройкой. Где он располагается, смогут ответить разве что живущие рядом. Но имя, которое носит улица, знает каждый житель города. В годы Великой Отечественной на войну поочередно ушли пять братьев Аксоровых. Ни один не вернулся. Могилы Бориса, Амшири и Мухаддина родные ищут до сих пор. Говорят, очень хочется верить, что не остались они не погребенными, а за могилами братскими. Ухаживают достойно. Хамиша и Крым на фронт ушли в 42-м. Воевали под Моздоком. Крым получил тяжелое ранение и умер от ран. Хамиша погиб на поле битвы. На разведку вышли они. А бронепоезд, который шел оттуда с Астраханили, Заехал туда немецкий бронепоезд. Оттуда высыпался вот эти немцы. И на разведке через Терек они перешли. Их было, как говорят, 8 человек на разведку пришли туда с одним офицером. Их всех перебили. Добиваться того, чтобы именем братьев Аксоровых назвали одну из улиц Терека, Родные начали лет 20 назад, в декабре 2006-го. Совет местного самоуправления городского поселения решение принял. Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести Утро, Кабардино-Балкария. Пока на этом все. Эфир продолжат мои московские коллеги. Ну а мы с вами увидимся через полчаса. Приветствую всех, кто начинает новый день с нами в эфире «Утро Кабардино-Балкария» в студии Мадина Урусова. И начнем с главного. За эффективную совместную работу органов власти республики и Федеральной службы по труду и занятости Арсен Аконокова поблагодарил глава Роструда Юрий Герций. В своем письме к руководителю Кабардино-Балкарии он отметил, что в республике действует современная, хорошо укомплектованная служба, способная оказывать конкретную и адресную помощь людям, а также осуществляются выплаты всех видов социальной поддержки безработным гражданам. А вот животноводы республики без дела не сидят. Кстати, их работу значительно облегчила продукция майского завода Севкафринген. Труженики частного подворья и фермеры получили удобную в применении установку индивидуального доения коров. Крупное фермерское хозяйство может позволить себе дорогостоящую технику поточной конструкции, но ферма с малым и средним поголовьем скота предпочтет индивидуальную доильную установку, выгоднее и удобнее. Вот такой аппарат, как этот с красивым названием «Милка». Он вполне обеспечит обслуживание небольшого стада. Кроме того, эта установка для дойки коров настраивается с учетом физиологических особенностей каждого животного. Восьмая прохладненская школа имени Пушкина отметила юбилей. В день 75-летия выпускники и ветераны педагогического труда еще раз собрались здесь, чтобы ощутить теплоту дружной семьи пушкинцев. Наряду с внедрением современных образовательных стандартов в школе продолжают чтить традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников. Гордость школы учителя и, естественно, кадеты. Их ряды в этот день пополнились новобранцами. Напутственное слово юным пушкинцам сказал сам Александр Сергеевич, который на протяжении всего торжества наблюдал за происходящим. Не обошлось и без подарков. К поздравлениям присоединились представители органов власти и общественных организаций. 70 лет прошло со дня освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских оккупантов. Сегодня в нашей рубрике «Улица, на которой я живу» мы перенесемся во времена Великой Отечественной и вспомним историю о пяти братьях, которые ушли на фронт. Теперь в их честь названа улица в Тереке. Наталья Булат продолжит. Этот район в Тереке называют новостройкой. Где он располагается, смогут ответить разве что живущие рядом. Но имя, которое носит улица, знает каждый житель города. В годы Великой Отечественной на войну поочередно ушли пять братьев Аксоровых. Ни один не вернулся. Могилы Бориса, Амшири и Мухаддина родные ищут до сих пор. Говорят, очень хочется верить, что не остались они не погребенными, а за могилами братскими ухаживают достойно. Хамиша и Крым на фронт ушли в 42-м, воевали под Моздоком. Крым получил тяжелое ранение и умер от ран. Хамиша погиб на поле битвы. На разведку вышли они, а бронепоезд, который шел оттуда с Астраханилия, заехал туда немецкий бронепоезд, оттуда высыпался вот эти немцы. И на разведке через терек они перешли. Их было, как говорят, 8 человек на разведку пришли туда с одним офицером. Их всех перебили. Добиваться того, чтобы именем братьев Аксоровых назвали одну из улиц Терека, родные начали лет 20 назад. В декабре 2006-го Совет местного самоуправления городского поселения решение принял. Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести Утро, Кабардино-Балкария. У меня на этом все. Пишите нам в фейсбуке и звоните по телефону 47 36 30. Увидимся завтра. Просыпайтесь вместе с нами и ваш день обязательно будет удачным. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok